Музыка Всем привет! Наил Пороший с вами. Мужики, вот сегодня пятница у нас. Работы очень много. Машины, машины. Продолжают поступать карбюраторы на ремонт. Мужики, я вам сейчас покажу интересный фрагмент, ролик. Это фрагмент, тут ничего особенного нет. Просто я один раз сказал. Один раз. Но все равно кто-то не понял. Вот есть такой парень, наверное, скорее всего хороший, очень адекватный парень. Зовут его Ян. Он в Белоруссии. Значит, ему досталось наследство бесплатно, причем. Машина 21013. Это 11 модель с первым двигателем. И там стоял карбюратор 5. Мужики, он его снял просто и знал, что я ремонтирую. И послал мне далекой Белоруссии такой образец. Мужики, показывай. Вот так, смотри. Данил, вот сюда вот. Не надо близко. Не надо, не надо. Вот, все видно. Ребята, это карбюратор-утопленник, скорее всего. Он лежал очень длительное время в воде. Он говорит, что сарай протекал. Я представляю, в каком состоянии там машина тогда. Машина досталась всего 43 тысячи пробегу. Ребят, ну, нет живого места. Мужики, ну, ну, что это такое? Ну, ну, что это такое, ребят? И я таких карбюраторов сказал, что брать вот дроссельная часть. Мужики, здесь не просто дроссель приварился. Он, он, по-моему, уже диффузионным методом, уже все, он, ничем его, ничем его не отсчет. Он уже настолько сильно приварился, что бесполезно. Ни один раскоксовка ни одна не возьмет. Ну, 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 что это такое? Ну, мужики, ну, дорогие мои. Такие карбюраторы я сразу буду зарулиывать. Вот мы с ним договорились. Смотрите, ну, ой, ну, все, ну, тут ничем ее, абсолютно ничем. Я обещал ему этот карбюратор, что ты, блин, ну, что это такое, мужики, ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда, ничего, бесполезно. Ничем его тут не отстучать, не поднять, не отпустить. Короче, делать я такие карбюраторы не собираюсь. Это хлам, его даже в металлок не возьму. Значит, мужики, мы с ним договорились, что я ему дам новый карбюратор, он, он, в принципе, согласен, но я обзвонил себе фирмы, у меня светит, я обзвонил себе фирмы и нигде нет пятого двадцатки. Казалось бы, самый распространенный карбюратор, самый ходовой, будем говорить, но нигде нет такого карбюратора. похоже, завод опять хондрит, похоже, опять кончились карбюраторы, у меня тоже кончились карбюраторы, значит, я не мог найти пятый по всему городу, в пятый карбюратор, это вообще не дефицит, не мог найти, пришлось искать старый, где-то там у Бориса спросил, там корпус, там, то у кого чё, мы будем собирать, чистить, находить, ну парня, конечно, без карбюратора не оставлю, но это я ему всё пошлю назад. Ребят, ну вы когда посылают, вы хоть чуть-чуть посмотрите, что ж вы посылаете-то там, хоть чуть-чуть, ну хоть, ну, это надо не уважать себя, дорогие мои, чтобы такой карбюратор послать. Я, значит, ему прощу только в том случае, я ей прощу, он молодой парень, он его не смотрел, он как был, он не знает и отправил в таком виде. В общем, ребят, вот такое у меня вот, значит, желание, чтобы вы относились к этому делу всё-таки внимательней. Вот, и тут информация, значит, для тех, кто заказывает карбюраторы, восьмые ещё есть, 53-е ещё есть, есть штук 5 карбюраторов сороковых, тире 40, 78, 40 на Волгу, на Соболь. Ребят, нет тридцатых вообще, и не знаю, когда будут. Тридцатые очень идут на ура, уазушки, и все разбежались, всё, нет, ребят, вот, нету. Вот такая информация, вот на такой ноте мы закончили, ребят, ещё раз, вот, обращайте внимание, на такой хлам мне не присылайте, просто не присылайте такой хлам. Вот здесь вот, вот, я больше чем уверен, что, здесь вот, шарик, его надо, это ничем его оттуда не достать, он там уже заржавлен полностью, поэтому, мужики, тут аут полный. Итак, до новых встреч, до новых роликов, с вами был Магим Парушек. Редактор субтитров А.Семкин